здарова народ те кто полгода следит за каналом те знают что я эти полгода пытался короче собрать лабораторный блок питания из китайских запчастей заказывал не все сразу то есть частями старался как-то посылки приходили одной кучей но все равно все так и не заказал пришел корпус для этого блока питания заморачиваться не стал в общем чтобы самому этот корпус делать геморроя очень много нафиг мне это не надо тем более насчет этого насчет всех вот этих вот вытачивание вырезание корпусов у меня короче лень не этим заниматься решил заказать корпус давайте посмотрим ну в общем что-то в этом роде можно конечно подсобрать сейчас чуть-чуть так это у нас днище получается это вверх то есть это мы сюда насколько я понимаю сюда и это вот так куда ну типа как-то так вот получается вот такой корпус по размерам сами общем посмотрите я уже не помню для меня самое главное чтобы его длина была 200 миллиметров для того чтобы собственно затолкать туда сам был питание но дело в том что блок питания тоже на 200 метров он сюда не лезет ни хрена вот в этом беда 200 миллиметров насколько я понял китайцы отмеряли с наружной стороны то есть по идее мне корпус нужен на 210 то есть вот это дребедень который я заказал это реально дребедень или что-то придется здесь придумать переделать потому что он этот блок питания сюда никак вообще никакой здесь по идее есть один вариант мы снимаем отвинчиваем корпус металлический у блока питания и загибаем вот эту часть снизу отсюда но здесь прикол в том что вот это вот задник он алюминиевый это радиатор для транзисторов то у нас три транзистора стоят вот эта хрень служит радиатором и и конечно скорее всего получится как-нибудь загнуть но не знаю то есть это у нас в теории будет стоять вот так вот дальше у нас 10 10 преобразователь сюда но опять же стоит вопрос а куда мне переменные резисторы девать то есть я короче затупил я посмотрел прям позарился на его длину ой бля это пиздец получается мне преобразователь ставить вот так отодвигать сам блок питания и уже сюда как-то монтировать переменные резисторы ну как-то да как-то так получается в общем вот такая дребедюха корпус этот стоит 750 по моему деревянных никому нахер не нужных ни в одной стране практически неликвидных рублей или 10 вечно зеленых радостных смеющихся долларов в принципе дешево по идее но 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 лоханулся я конкретно ну ладно чушь он старуха как говорится будет дорог не все же мне заказы до у китайцев по идее постоянно такой получается что у них где-то в чем-то косяк так то по идее конечно наружная часть 200 миллиметров ровно но внутренне в общем ладно ребят посмотрите я не знаю на 10 10 преобразователь скидывать или не скидывать ссылку наверное потом скину у нас получается 10 амперный 42 вольтовый я за запасом блок питания 36 вольт 6 ампер ну то есть чтобы преобразователь особо не перегревался но я планировал сюда в блок еще вставить активное охлаждение то есть у меня идут еще два кулера сороковки ну не знаю очень посмотрим два кулера получится и у меня был обзор еще на к его на терморегулятор то есть он пойдет сюда же он тоже станет получается на стенку рядом с 10 10 преобразователя так что так вот такое видео получил сейчас на народ сорян снимать вообще некогда работы без выходных заебся как хер знает кто ну в любом случае сейчас все запчасти будут приходить остатки мне осталось взять разъемы на лицевую сторону для банан в общем то сами бананы по идее все завтра послезавтра отнесу лицевую сторону и сам корпус буду уже сверлить отверстие для панели управления мы вместе с вами будем собирать ну чё а пока всем пока